Здравствуйте, уважаемые! Печатая на своём принтере, всё больше и больше понимаю, что его возможностей мне не хватает. И оба спечати маленькая, и весьма большие ограничения по применяемым материалам. В связи с этим и с постоянно растущим моим интересом к конструкции различных принтеров, появилось желание сделать именно самодельный принтер, а не покупать какой-либо готовый, более продвинутый. И первое, с чего я начал, это обдумывать конструкцию корпуса. Существует большое разнообразие конструкций корпусов 3D принтеров, и на мой взгляд, весьма существенной характеристикой любого корпуса принтера будет являться его жёсткость. Опытные мейкеры однозначно рекомендуют в качестве корпуса использовать каркас из металлических листов, возможно, вырезанных на лазерном станке, либо гнутых, или использовать конструкционный профиль. Поэтому считается, что от печатных деталей в конструкции корпуса 3D принтера нужно уходить. Если же в конструкции принтера всё-таки присутствуют печатные детали, то такой принтер будет иметь некоторые ограничения по максимальным ускорениям и скорости печати. При этом каких-либо количественных сравнений жёсткости или других параметров корпусов принтеров я особо не находил. То есть, как правило, все результаты получены опытным путём, от коллег по цеху, которые уже собрали далеко не один принтер. В связи с этим мне стало интересно проверить статическую жёсткость различных вариантов корпусов принтеров. Я взял несколько наиболее распространённых. Первый корпус – это корпус принтера Pryusha i3, стальной, толщина металла 3 мм. Второй рассмотренный корпус – это корпус принтера Ultimaker 2, материал также сталь, толщина также 3 мм. Затем я рассмотрел несколько вариантов корпусов, сделанных из конструкционного профиля 20х20, материал алюминий. Вот первый вариант. Второй вариант усилен G-соединителями размером 60х60, толщиной 2 мм. Ну и последний рассмотренный вариант – это вариант корпуса, усиленный диагональными конструктивными элементами. При этом одна из боковых стенок открыта, не имеет диагонального элемента, так как через неё осуществляется работа со столом 3D принтера. Все рассмотренные модели имеют сопоставимые размеры области печати, что наглядно нам продемонстрирует разницу в жёсткости различных вариантов корпусов. Для наглядного понимания того, насколько диагональные конструктивные элементы могут усиливать жёсткость, рассмотрим вот такую фирму из детского конструктора. То есть каждый из четырёх узлов является шарниром. Ты можешь спокойно вот так поворачиваться. Теперь добавим диагональный элемент. Теперь данная фирма полностью неподвижна, несмотря на то, что в каждом узле по-прежнему является шарнир. То есть элемент с нулевой жёсткостью на кручение. Всё, фирма достаточно жёсткая. Все расчёты выполнены методом конечных элементов в бесплатной программе Z88 Aurora. Переходим непосредственно к расчётам корпусов принтеров. В качестве расчётной схемы для всех корпусов принтеров выбрана следующая схема. Низ принтера закреплён. К верхней же части прикладывается нагрузка 10 кг. Сначала по оси Х, затем по оси У. Результатом расчёта является величина перемещений корпуса. Вдоль соответствующей оси. Вот сейчас мы можем видеть результаты расчёта корпуса принтера плюша i3. Величины деформаций, показанные на легенде. Величины в миллиметрах. Это результаты деформации корпуса принтера вдоль оси Х. Ну а это результаты деформации корпуса от нагрузки 10 кг вдоль оси У. Далее результаты для корпуса принтера Multimaker 2. Нагрузка та же самая 10 кг, ось Х. Как мы видим, за счёт жёсткости задней стенки, деформация происходит практически только в передней части. Теперь посмотрим на результаты деформации по оси У. Здесь мы видим, что величина жёсткости примерно на порядок выше. Сравнение жёсткостей всех рассмотренных корпусов по каждой из осей я дополнительно приведу в конце видео в виде графиков. Ну а пока перейдём к следующей конструкции принтера, которая очень часто используется в самодельных корпусах. Первая версия самодельного корпуса представлена на экране. Здесь отсутствуют любые усиливающие элементы. Такую конструкцию можно приближённо считать конструкцией корпуса, составленной из конструкционного профиля и напечатанных соединительных элементов, жёсткость которых оставляет желать лучшего. Величина деформации примерно 0,2 мм. В силу того, что корпус симметричен, здесь нагрузка прикладывалась только по одной из осей. Следующий вариант самодельного корпуса усилен уголками, так называемыми G-соединителями, размером 60 на 60. В силу симметрии также нагрузка прикладывалась только один раз по одной оси. Как мы видим, относительно предыдущего варианта, величина деформации довольно заметно снижена, чуть менее 0,1 мм. Ну и последний вариант самодельного корпуса усиленный диагональными элементами. В силу того, что корпус не симметричен, для него нагрузка в 10 кг прикладывалась по осям X и Y отдельно. Как мы видим при приложении нагрузки по оси X, существенного увеличения жёсткости относительно предыдущего варианта усиленного Г-соединителями мы не наблюдаем. Визуальная картина деформации нам показывает, что основные деформации сосредоточены в передней рамке принтера, где нет диагонального элемента. При этом картина по оси Y значительно лучше. Величина деформации по оси Y значительно ниже и сопоставима с величиной деформации принтера Ultimaker. На гистограмме представлены результаты расчётов всех корпусов. Как мы видим, победителем оказался корпус Ultimaker 2. Деформации данного корпуса по осям X и Y оказались минимальными. Второе место занял корпус принтера Prusa i3. Ну а затем уже расположились различные варианты самодельного корпуса, которые обозначены как RepRap. При этом обратите внимание на довольно существенную разницу в жёсткости между всеми вариантами самодельного корпуса и вариантами корпусов крюши и Ultimaker. Только вариант самодельного корпуса с диагональными элементами более-менее приблизился по жёсткости к заводским корпусам. Такая маленькая жёсткость для самодельного корпуса с диагональными элементами по оси X объясняется тем, что на передней рамке корпуса у нас отсутствует диагональный элемент. Поэтому дальше я рассмотрю несколько вариантов усиления данного корпуса с целью увеличения его жёсткости. С учётом того, что лидером по жёсткости у нас оказался корпус Ultimaker, для усиления самодельного корпуса, как первый вариант, решил рассмотреть добавление 3-мм стенки на переднюю панель. Результаты расчёта деформации можно увидеть на экране. В сравнении с исходным корпусом жёсткость заметно увеличилась примерно в два раза. В качестве второго варианта усиления на переднюю панель корпуса были добавлены G-соединители размером 60х60. При данном варианте доработки увеличение жёсткости не настолько существенно, как в сравнении с вариантом добавления 3-мм стенки на переднюю панель. В качестве последнего варианта доработки я рассмотрел добавление диагонального элемента на верхнюю стенку корпуса. Для такого варианта доработки жёсткость оказалась сопоставима с вариантом добавления 3-мм стенки на переднюю панель. То есть величины деформации оказались практически одинаковыми. В качестве заключения привожу сравнительную гистограмму жёсткости всех рассмотренных самодельных корпусов и корпуса Ultimaker 2. Как мы можем видеть из данной гистограммы, достичь с помощью конструкционных профилей жёсткости корпуса сопоставимой с жёсткостью цельнометаллического корпуса, сделанного из листового материала, нам не удалось. Максимально близкий к корпусу Ultimaker 2 получился вариант самодельного корпуса с фасадом, сделанным из 3-мм листа. Какие можно сделать выводы из проведённых расчётов? Во-первых, ещё раз подтверждается мнение опытных принтеростроителей, которые как раз-таки придерживаются мнения, что корпус, сделанный из листового материала, наиболее жёсткий и прочный. Во-вторых, сделать корпус из конструкционного профиля с сопоставимой по жёсткости можно, но для этого нам потребуется пожертвовать некоторым удобством, эстетичностью внешнего вида корпуса, ну, например, в частности, добавление диагональных элементов, оно не всегда удобно в плане компоновки элементов самого 3D-принтера. Надеюсь, полученные результаты будут вам полезны. Спасибо за внимание.